Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эварист Виталь Люмине. Французский художник наиболее известен работами, изображающими раннему историю Франции, где его иногда называют художником Галла. Люмине родился 13 октября 1821 года в Нанте в семье парламентария и юриста. Его прадед был чиновником. Зная о его природном художественном таланте, семья отправила его в Париж, когда ему было 18 лет, учиться у художника и скульптора Агюста Дебай. Он также учился Леона Канье, художника-историка-портретиста, среди учеников которого был Леон Банай и Констант Трайон, писавших пейзажи и животных. Был дважды женат, от первой жены у него была дочь от Эстер. После смерти жены в 1874 году он женился вторично в 1876 году на одной из своих учениц, Эленде Сахуте Эспанья. Она была замужем за Клодом Дюраном, Деневилем, но овдовила во время войны 1870 года. Его официальный дебют состоялся на парижском салоне 1843 года, где были вывешены две его картины. Был награжден медалем на салонах 1852, 1855, 1857, 1861 и 1889 годов. В 1869 был награжден орденом Почетного Легиона. Он получил медаль на выставке 1889 года, был одним основателем французского общества художника. Более 40 лет делил свое время между своей парижской студией и летним домом из студии в деревне Дуодич в регионе Бринч. Среди его учеников были Альбрет Миньян, Эмилий Сартенс. Он был одним из немногих художников академии, которой обучали женщин. Люминео умер в Париже 15 мая 1896 года в возрасте 75 лет. Был похоронен на маленьком кладбище в Дуодике. В его родном городе Нант есть улица, названная в его честь. Сыграл важную роль в распространении иконографии Гаалов. Их популярный образ с длинными волосами и в крылатых шлемах был разработан историками в то время в рамках изучения истории Франции. Иногда называемый художником Гаалов, он также изображал другие сцены ранней средневековой истории. Леминео был одним из пяти художников, которые в период с 1886 по 1889 год работали над монументальной фреской площадью более 1500 квадратных метров для интерьера купола Парижской коммерческой биржи, представляющей историю межконтинентальной торговли. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике Эварист Виталь Люмине. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok